здравствуйте дорогие друзья в эфире лучшее кулинарное шоу бельского телевидения готовим вкусно сергеем дробненьким а лучше оно потому что единственное сегодня спонсор нашей передачи учебный центр миракл самые востребованные профессии на рынке труда в молдове прекрасные условия обучения очень опытные грамотные преподаватели учебный центр миракл в наше сложное время получить хорошую специальность можно только в учебном центре миракл адрес его город бельце улица 26 марта 1 проезд до остановки роддом номер телефона 0 231 2 65 21 учебный центр миракл с нами лучше мои друзья с марамоновки по моей просьбе доставили мне пол килограмма гусиной печени и у меня сомнений не осталось сегодня мы приготовим знаменитое блюдо французской великой французской кулинарии флагру флагра или как если уж ее по-французски называть это блюдо пати де фуагра это я думаю первое из всех блюд которые француз назовет национальным именно национальным блюдом история этого блюда очень интересная в 2000 году был во франции и мне в городе марсель мой друг поведал историю там в принципе такие же самые истории в интернете можно прочитать но с уст из уст француза она звучит очень здорово значит в 1778 году маршал франции маркиз де кондрат такой человек был у них очень знаменитый мел любовницу с германии женщину и вот чтоб как-то я не знаю на быстрее соблазнить эту женщину он попросил своего повара приготовить истинно французское блюдо вот повар долго не думая приготовил паштет а так как во франции великое множество уток и гусей вот с гусиной печени он и приготовил этот паштет этот паштет еще раз напомню в 1778 году произвел настоящий фурор во франции он сам по себе довольно таки недорог и приготовить его может любой человек ну тогда это был изыск вы подумаете как этот паштет без холодильников хранился тогда а его делали я вам хочу сказать что и на месяц вперед вот я вам докладываю что с помощью смальца этот паштет обволакивался определенной пленкой такой и этот смалец в подвалах позволял хранить этот паштет довольно длительное время фуагра в нынешнем виде представляется собой несколько разновидностей есть даже можно сказать паштет и вегетарианский но вы сами понимаете вегетарианский вариант мы делать не будем потому что там печень отсутствует а у нас печень вот такая вот прекрасная гусиная печень имеется в наличии так что сегодня фуагра в исполнении сергея дробникова в нашей передаче посмотрим как она получится но я всегда говорю о том что хороший паштет как и хорошая домашняя колбаса всегда должна быть дома в холодильнике ибо человек утром просыпается с чашкой чая либо чашкой кофе бутерброд пропустить не с куском сало там или чего-то а вот изящное блюдо паштет на хлебчик сегодня буду его подавать так как у нас подается в моей семье в лодочках короче приступим друзья фуагра в исполнении бельчан вот чем отличается гусиная печень от куриной более насыщенный более крупной во первых во вторых более насыщенный цвет ее значит мы мы должны разогреть сковородку налить туда немножко подсолнечного масла наливаем подсолнечное масло и и подождем пока масло закипит нам это надо для того чтобы печеночка сразу сразу обволакивалась волокнами масла и что внутри она оставалась еще немножко сочной значит какие мы будем добавочные компоненты гусиной печени добавлять значит имеется вариант такой что чисто свиное сало по моему мнению это слишком жирно и слишком можно сказать приторно есть вариант добавлять мясо допустим говяжье мясо перемолотое также через мясорубку но какой это тогда говяжий паштет получается они они гусиный так что я остановлюсь на том варианте какой мы используем у нас дома повторюсь это базовый это базовый рецепт вы пожалуйста друзья кто знает какие-то другие варианты рецептов паштета их существует множество с печенью и есть вариант со свиной печени есть говяжий печенью есть вариант с куриной отличный получается шикарный паштет с куриной печенью но просто знаете классика есть классика можно хорошо играть на гитаре но лучше чем beatles вряд ли сможешь и так и это это классика вот мы приготовим сегодня классику и с удовольствием ее попробуем и так наша сковородка наша сковородка начинает масло закипать и я потихонечку помещают туда печеночку печенку не обязательно на части резать я даже и не рекомендую потому что некая сукровица которая внутри печени гусиной существует она будет вытекать нам это нежелательно я постараюсь приготовить рецепт исключительно исключительно французской кулинарии и как они готовят так и мы приготовим посмотрим что у нас получится значит печеночка пол килограмма здесь примерно так у моего товарища небольшая гусиная ферма и вот он для меня вот эти пол килограмма гусиной печени добыл можно сказать так я помещаю ее на сковородочку очень приятный звук такой звук происходит когда картошечку мешаешь или когда мяско допустим сковородочки жаришь но вот здесь у нас печеночка значит ты к печени я добавлю это мой вам совет друзья именно так сделайте один разочек потом вы отзоветесь скажите как вам понравилось или нет я говорю что это прекрасный вариант вот топленый куриный жир именно куриный жир у меня был вариант гусиный жир ставить потому что привезли также банку гусиного жира но я не стал ставить уж очень запах мне показался слишком насыщенным вы понимаете люди которые разбираются в этом деле понимают что я имею ввиду уж слишком ядреный запах а вот куриный жир мы всегда добавляем буквально я считаю что три столовые ложечки вот такого топленого прекрасного куриного жира мы добавим в нашу печеночку я не побоялся и добавил четвертую ложечку для того чтобы было более смачно более вкусно блюдо французское а где же вы видели классическое французское блюдо без добавления хорошего хорошего повторюсь сухого белого вина нет такого блюда они наверное и во французский торт венцо добавляют только не говорят об этом никому вот друзья буквально грамм 70 я добавлю вина белого вина добавил аромат она выпарится вы же знаете что алкоголь уйдет останется только запах только аромат вино честно говоря не французское вино наше молдавское но я ни в коем мере не могу сказать что наше молдавское хуже вино чем французское не знаю это наша родина мы любим свое молдавское хорошее вино дальше лучок паштет должен получить некую сладость а что отдаст сладость как не хороший репчатый лук вот я вот так такими небрежными кусками его помещаю вот так чтобы он подружился сковородочки с нашей печеночкой и с нашим венцом морковь не слышал в классическом блюде французской кулинарии чтоб там всегда ставили морковь она ставится но не всегда вы знаете я делал паштет сотни раз я и добавлял морковь и не добавлял и забывал добавлять даже так было хочу вам доложить что с морковью не паштет нравится больше пусть она нашему луку и к нашей печени гусиной пусть она идет туда что касается соли я солить буду в самом конце справедливо полагая что соль может немножко сделать жесткой печеночку а нам печенка должна нужна буквально рассыпчатая буквально сочная и я бы не стал сейчас солить поперчить пожалуй да но не солить вот беру нашу солоночку вот так вот поперчил а солить солить нужно обязательно но уже в самом конце теперь блюдо наше начинает издавать приятные звуки еще пока что движение не вижу от моего друга оператора корнелло он пока что еще не ощутил эти запахи но они будут минут через десять уже будет приятно я хотел бы сказать еще насчет паштетов между францией и германии происходит истинная борьба за право владения этим рецептом немцы ну вы знаете немцы есть немцы они такие люди они считают себя главными и вот они утверждают что все-таки якобы в ганновере свое время на большой гусиной ферме изготавливали паштет с гусиной печени и продавали во всю европу но мне ближе вариант франции потому что кстати когда я был во франции мы возле сакрикер базилики огромной в париже есть уютный бар в этом баре в этом бар захаживал мой любимый артист луи де фюнес он там и роспись свою оставил и фотографии в этом баре я сидел за этим столиком где он сделал было очень приятно и вот мы заказали по чашечке кофе и по бутерброду фуа-гра я вам говорю друзья что тогда еще во франках были тогда еще не было евро в во франции тогда в пересчете на доллары мы заплатили по 11 долларов за бутерброд а бутерброд такой что в хороший день с утра с десяток таких бутербродов пропустить можно легко и не и не заметив так между делом тоненький бледненький это было вкусно но это нормальный хороший наш паштет я думаю что у нас произведение получится нисколько не хуже французского и мы за 10 долларов могли бы могли бы приготовить целую сковородку паштета гусиного без проблемы значит насчет паштета я хотел бы еще сказать несколько слов всякие варианты паштета уместны я не понимаю только одного когда паштет готовится без добавления и лука и специй только свиная печенка есть такой вариант есть такой вариант только свиная печень перепускается добавляется буквально граммочка соли и граммочка специй это люди считают это тоже такой вот вариант я его не приемлю мне кажется что все-таки разнообразие вкусов должно присутствовать в этом блюде то что вот мы и демонстрируем яйцо в паштет очень хорошо добавлять вареное яйцо я не добавляю потому что мне не очень нравится в конечном варианте вот эти беленькие точечки в паштете они выглядят не аппетитно от яйца но вкус возможно что лучше хотя в классике в классике нет нет яйца яйцо не ставил этот повар в 1778 году а вот лук и морковь он добавлял для вкуса еще хочу вам сказать друзья что вино вот я чувствую что она уже выпарилась кипящей массы вино отдает обязательно свой вкус вы можете добавлять немножко и красного вина по варианту французскому лучше добавлять коньяк но я добавлял коньяк и я вот недавно мы как раз делали я добавлял с коньяком мы делали на базе коньяка вы знаете я почувствовал горечь некоторая горечь присутствовала так что коньяк наверное не самый лучший вариант а вот вино хорошее белое вино либо красное добавлять пол стаканчика ничего страшного захотите с целый стаканчик добавьте все равно пол стаканчика половина выпейте будет лучше настроение будет лучше получаться блюдо у вас подача паштета подавать паштет можно во всяком варианте и каждый вариант имеет право на жизнь паштет можно кушать ложкой прямо с миски это очень брутально и очень вкусно паштет можно мазать тонким слоем на тонкий кусочек на тонкий кусочек хлебчика это будет хорошо но это будет недостаточно стильно а вот хороший кусочек хлебчика хороший слой паштетика сверху зелень и кусочек помидорки это наш вариант это то что нужно приготовьте друзья вот этот рецепт и вы посмотрите что он имеет право на жизнь и утром вместо банальной колбасы покупной я думаю что домашний паштет будет выглядеть намного лучше и намного стильнее мои друзья на фейсбуке спрашивают меня о моих чисто человеческих предпочтениях вот друзья хочу вам рассказать пока наше блюдо готовится в двух словах хобби у меня рыбалка люблю ездить костешты на новоднестровское водохранилище на украину у нас много озер в молдове прекрасных люблю футбол у нас стране и сесть на болею за наша зарю бельцы прекрасная команда мировом футболе болею за барселону обожаю красные рубашки в бизнесе предпочитаю энергбанк ибо справедливо полагаю что лучший старый друг чем несколько новых ну как говорят старый друг лучше новых двух энергбанк в общем уже на протяжении многих и кредитуюсь у него и депозитная линия он и у энергбанка очень доступные прекрасные проценты переводы шикарно выдаются очень быстро помощь бизнесе чувствуется моя семья уже давным-давно работается энергбанком и только так я надеюсь и будет работать что еще двое детей сын взрослый уже 26 лет дочь двадцать лет ну как-то так вот друзья прошло полчаса наша печеночка уже изрядно подружилась с луком морковкой со специями с куриным жирком и сейчас мы немножко пошумим нужно на этой старой доброй электромясорубки перепустить содержимое сковородки дальше дальше вы увидите все сами и так вот наша печеночка потихонечку мы не спеша ее перекладываем в бункер для приема овощей и мясо вот так если имеется вот такая жидкость это очень хорошо это печеночка пустила необходимый сок это остатки нашего белого венца вы помните замечательное вино которое добавил ну и естественно и от лука имеется жидкость и сейчас мы начнем перепускать вот так вот Вы помните, что я не солил, добиваясь сочности У печенки Сейчас, вот когда уже первый прошел, первый этап Я вот посолил немножко, перчика я сразу добавил И вот получился у нас, получился паштет Но я его сейчас еще раз перепущу Для чего? Все-таки, все-таки желательно, чтобы паштет Если это реальная фуагра Чтобы паштет был практически, практически пушистым, невесомым Это добиваться можно несколькими вариантами То есть 2-3 раза пропустить через электромясорубку Либо взбить на блендере Прекрасный вариант взбить на блендере Но это долго И как бы я, вы же помните, друзья, что я ценю ваше время Поэтому я остановлюсь на более простом варианте Я несколько раз пропущу через электромясорубку паштет И он станет так же самым невесомым Он станет практически, он будет таять во рту В этом случае, кто не боится лишних калорий Кто любитель сливочного масла Конечно, вот пока он горяченький, паштет Сюда хорошо добавить сливочное масло Но я считаю, что одного добавления куриного жира Будет вполне довольно для того, чтобы придать сладость И жировую основу для нашего блюда Так что я не буду добавлять А вы, друзья, пожалуйста Некоторые добавляют маргарин Некоторые Многие сливочное масло Это выбор каждого человека Значит, добавляю Еще раз перепускаем через Еще раз пропускаем через мясорубку Вся жидкость очень резко улетучилась Ее практически не стало Паштет имеет свойство очень серьезно впитывать Впитывать жидкость ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА